Вот Ольга, я из Ростова-на-Дону. В мои месяцы на выставке прошли диагностику географической матрицы. И потом посетили презентацию, и по итогам диагностики, по тому, что мы услышали на презентации, было принято решение приобрести торсионно-географические устройства Центра Здоровительных Технологий «Небесная Лотос», город Москва. Приобрели мы устройства для себя, для мужа, для детей, дом сверить поставили, для магазинчика взяли тоже пространство. Не в один день, конечно, постепенно, но на сегодняшний день почти все устройства у нас есть, мы активно их используем, рекомендуем друзьям, знакомым. И хотелось бы поделиться некоторыми результатами, которые мы получили за это время. Устройства используем с мая месяца этого года, 2014 сейчас год. И, значит, когда начали работать с устройствами, нельзя было сказать, что вот, там, результат, не результат. Но я сама себе стала задавать вопрос. А если бы меня спросили, вот ты начала работать с устройствами, и что? Вот. И, ну, грубо говоря, начиная анализировать, что было, что стало, как мы стали себя чувствовать, как стало спокойнее, как атмосфера немножко нормализовалась. То есть, если раньше это было, допустим, как костёр большой горит, а это вот теперь, ну, тлеют угли. В эмоциональном плане, да? Да, в эмоциональном. Или, вот, допустим, когда, вот, очень часто мне приходило на ум, как волнорезы, да? То есть, вот, раньше это было вот такой всплеск, как волна, а сейчас, как будто бы волна на волнорез, и, ну, не сильно... Гасится. Не сильно напрягается, да. Ну, значит, ну, из такого самого яркого результата, это у меня у сестры. То есть, после того, как она... Даже было немножко не так. Я начала использовать родонит, вот, а у меня в результате диагностики был блок на сердечном центре, а даже вот, ну, на кристалле было ноль, энергии вообще не было там. Вот. И когда я начала работать с серафимом, с серафимом и родонитом одновременно, то есть, ну, там, интервал в один день, встретилась через неделю или через две со своей сестрой и начала вкратце рассказывать, что я делаю. Ну, она не очень сильно поняла, о чём я говорю, но она очень чётко сказала, «А я с мужем сейчас ругаюсь, я на него всё время наезжаю». То есть, вроде бы, как и ничего мне плохого не сделала, а я к нему придираюсь, я ему говорю, «Ты то не так, ты то не так». Ну, мы похохотали, что… То есть, а программа была, ну, порода у нас, ну, то есть, как бы у родителей сердечных заболеваний, то есть, это шло, как бы, далеко. Потом, впоследствии, когда она сделала свою диагностику, то есть, она даже была очень похожа по картинке с моей, вот. Вот. И, значит, когда мы с ней поговорили, она сказала, «Я тоже, я тоже хочу работать с устройствами, я тоже хочу изменить свою жизнь». И пришла, сделала диагностику и приобрела тоже. Она приобрела сразу три устройства – серафим, радонит и гравитон. Ну, гравитон, понятно, для воды, чтобы облегчить весь этот выход. Вот. И что самое яркое, к чему? Она мечтала открыть свой кабинет, свой бизнес. Она работала наёвным работником. И чтобы это было для людей, для здоровья, ну, то есть, у неё… То есть, она уже давно в этом направлении работает. И буквально за два месяца, как она начала работать, буквально за два месяца она поменяла вот эту работу. То есть, она ушла с наёмной работы. Она открыла себе кабинет по здоровью для людей. Вот. И она… Даже, что интересно, она когда уходила с работы, она уже потом рассказала, что ей было жалко уходить с работы. Там коллектив, там клиенты. То есть, она даже не знала, как… Как, то есть, ну, может, не уходить. Ну, то есть, в итоге, самый последний момент, когда уходить, то есть, ну, директор как-то так себя повёл, ну, то есть, он их отпустил, и отпустил так, что они так обрадовались, что они уходят. Ну, она там не одна уходила. Они так обрадовались, что они уходят. То есть, это вот проявилось тут, что и хорошо, что они остались. Вот. И вот у неё всё это закрутилось, и, ну, в общем-то, как бы она довольна вот сейчас первыми своими шагами в этом направлении, в самостоятельной деятельности. То есть, всё как бы ладится, всё идёт хорошо. Но самое главное, что… Ну, она мечтала, конечно, о каком-то большом салоне, но вот у неё сейчас перед этим большим салоном, вот она уже дорога. И, то есть, насколько это быстро произошло. То есть, вот. И в другой момент у меня тоже муж ждал места на работе. Он ждал его и ждал, ждал и ждал. И он не связывает это с устройствами, а я почему-то связываю, что как только он начал работать с устройствами, мне кажется, что ускорился его вот этот результат. Вот, потому что, ну, он ждал месяца два или три, что когда ему позвонят, скажут, прийти, ну, то есть. И тоже, и вот потом он как-то раз, и он за неделю уже на новой работе. Ну, куда он хотел вернуться много времени. Вот тоже такое. По родониту, по родониту очень у меня интересный результат. Не в смысле результат, который виден, а вот ощущения по телу. Значит, ну, не помню на какой день там, у меня начала болеть, пальцы крутить на стопе, на левой. Крутили пальцы. Я прикладывала гравитон. Пока держу гравитон, ну, не болит. Убираю гравитон, болит. Ну, я почему-то связала это с программами, и ровно через три дня пальцы также незаметно перестали крутить. Потом у меня стало крутить щиколотку. Ну, имеется в виду вот эта часть ноги щиколка и немножко сзади. Вот. Я уже не удивляясь, уже даже не прикладывала гравитон, ни в воду, ну, ничего, просто решила выждать. Тоже три-четыре дня. Ну, вот мне почему-то кажется, что всё время это было три дня. И через три дня боль ушла туда же. Потом у меня начала крутить колено. Вот. Колено ещё тоже покрутила дня три. Потом речь дошла до бедра. Бедро дольше. Бедро дольше. Мне приходилось даже на ночь подкладывать гравитон. И причём бедро как-то так. То стихало, то опять крутило, то стихало, то опять крутило. И, наверное, неделю где-то вот гравитон этот мне помог. А потом произошла вообще очень интересная ситуация. Мы шли по улице, со двора выскочила какая-то крупная собака и пробежала просто мимо меня. И у меня вот эта фаланга пальца в одну секунду стала воспалённой. Воспалённой и болезненной. Муж засмеялся. Я боюсь собак. Он говорит, а, это на тебя палец откусило. Я говорю, да я её даже не видела. Ну, я не видела. То есть как у меня вот просто мы шли по улице. В одну секунду он сразу красный, воспалённый. Сустав на пальце. На среднем. Вот. Ну, у тебя гравитон, приложи и всё. Я прикладывала гравитон, не помогала. То есть я приложу гравитон, только чуть-чуть уходит боль. Воспаление не спадает. Я даже попыталась его мазью помазать. Ну, то есть, вот, через три дня, я не знаю, наверное, через три дня, он сам по себе этот палец прошёл. И воспаление, и боль. Что это было? Я даже себе представить не могу, почему это вот, ну, выход программы какой-то. Вот, возможно, да. Но я с детства боюсь собак. Я была напугана в детстве собаками. Вот. Это же голова отображения. А, вот это голова. Подушечка, да. Это голова отображения. Вот как раз вот эта вот часть. Он прям красный такой был. Прям вот. Страх в голове был. Вот. И причём он... И выскочил этот страх через саду. Он объявлен. И он прям так это, прям болел. Я имею в виду, что, ну, я даже соль там, соду его, да, ну, то есть, как бы окунала. Прям красный. А потом раз, и, ну, как будто бы не было ничего. То есть, когда я начала, как бы, да, сопоставлять, что, а, это, наверное, выход какой-то. Перестаю что-либо с ним делать. И проходит два, три. Ну, вот я как засекала три, ну, может быть, вот как с бедром. Потом бедро через какое-то время опять болело. Да, в этот период у родителей, ну, первые два месяца, у родителей были обострения по здоровью, они такие, ну, тоже как-то давление падало, потом тоже немножко сердце трепыхалось у отца. Вот, вот, не знаю, совпадение или нет, но после того, как это все прошло, здоровье стало более ровным. То есть, все равно давление скачет, у мамы сахар высокий, все равно. Но, тоже сестра моя заметила, мама стала спокойнее. Ну, вот, все равно спокойнее. То есть, как бы, не то, что там все, все, она выздоровела и все, но вот реально все равно вот какой-то этот вот момент срабатывает, что, может быть, мы так спокойнее на нее реагируем. Может быть, она действительно вот успокоилась. Ну, родословные с вас же снимаются, с них тоже снимаются. И с них тоже, да. Вот, что еще? По Серафиму сказала, что не было, было по Серафиму этот самый результат. На какой-то день работы с Серафимом, опять же, учитывая, что у меня на Матрице было очень сильно на глазах уплотнение, да, у меня болели глаза дней 10. Они не просто болели, они пекли. То есть, только, то есть, даже ночью в темноте они, ну, и вот ни гравитон, ни лотос особо, ну, то есть, ну, чуть-чуть немножко уходила боли, все. И я в итоге решила просто перетерпеть, перетерпела, ну, то есть, как бы, и это ушло. Ну, вот. И, как сказать, то есть, получается, что, если не задумываться, то, может, все это пройти незаметно. То есть, и ты даже не поймешь, что был какой-то результат, там, что, там, дети стали лучше учиться, или они, там, стали спокойнее, или, может быть, как-то не по смысле не стала речь, или вот еще. Дело в том, что у меня дети не болели, до этого особо не болели, и мне по здоровью я отследить не очень могу по детям. Но у дочки старшей в школе были реально проблемы. Проблемы, то есть, ну, она не хочет учиться. Это уже сады дети, да? Да. Она не хочет учиться, и не может быть, то есть, как некоторые говорят, это не она не хочет, и так не придираются. Я не берусь судить, как на самом деле. Но последние две недели в школу у нас пришли очень гладко. Гладко, реально гладко. Это с Эдельвейсом? С Эдельвейсом, да. То есть, это я тоже, когда посмотрела на сайте отзывы по Эдельвейсу, я... Ничего себе у людей отзывы! А что у меня нет отзывов? И я опять же начинаю, ну, как бы, вспоминать, выстраивать всю эту цепочку, и вспомнила, что... Ну, мне Наташа, сестра моя, она говорила, еще летом, она говорит, а что ты, Настя, у тебя в последние дни ее школа, что, нормально, что? Она хорошо в школе закончила? Я говорю, да что-то, да, как-то спокойно все, перестали вызывать, там, что-то говорить. Вот. Вот. И мы профессию за это время успели выбрать, то есть, и причем, ну, вижу, что осознанно, то есть, она даже сочинение написала в школе хорошее, то есть, учительнице очень понравилось ее обоснование, вот это вот, то есть, что она осознанно идет сейчас. То есть, вот это, то есть, я, ну, я начала понимать, что это результат. Да. А, по телевизору же это устройство, вот, ну, смех, но, как раз на Украине было вот это вот, ажиотаж. Устройство? Для телевизора. Для телевизора. ТГ, или как оно называется, ну, вот эти две. Значит, у отца... Которое для компьютера и телевизора. Да, для компьютера и телевизора. Как раз на Украине был самый, весной, летом же, да, самый-самый, эти новости. То есть, я прихожу к родителям, все время эти новости, четыре раза в день, пять раз в день, и все это, ну, обсуждается, ну, обстановка реально накаленная. Я, значит, просто молча эти приклеила устройства, не объясняя ничего, просто их приклеила. А следующий день прихожу, телевизор выключен. Вот телевизор выключен, я говорю, а что вы новости не смотрите? А что там одно и то же? И реально, то есть, по, вот, да, натянутая струна или расслабленная, то есть, и реально стало заметно, что они перестали так реагировать на эти новости. Вот, вот, четко, это точно. И вот до сих пор, ну, мы когда новости они смотрят, или еще какую-то передачу, я сама замечаю, что когда, как только я вижу какой-то нокал, ну, по телевизору, они переключают. И то же самое дома я, у нас телевизора такого, как, антенны нет, но у нас смарт-тв, и то есть мы смотрим только то, что выбираем. Вот. Смотрю, дочка средняя у меня спрашивает, можно я посмотрю Wings? Винкс, то есть у нас это, в общем-то, запрещенный мультфильм, вот, можно я посмотрю Wings? Wings – это мультик в нашем кругу, как бы, у меня даже старшая дочка не разрешает средней включать этот мультфильм, то есть глупый, страшный, жестокий, там, ну, не знаю, кто его создавал, это их дела, но, значит, мы его ограниченно смотрим, но школа, фу-школа-сад, там, подружки, то есть это все трется и хочется. Ну, я такая хитро прищурившись, думаю, ну, у меня же защита на телевизоре стоит, и говорю, да, можно, только недолго, одну серию, вот, и с кухни на нее поглядываю. Немножко забылась, вспомнила, прихожу, она смотрит обычный наш советский мультфильм. То есть в тот момент я точно это себе записала, то есть я не знаю, как оно вот работает именно четко, но в нашем случае, да, в нашем случае сработало таким образом, что они просто выключают и переключают, вот, и даже до сих пор я, когда они хотят что-то посмотреть, и я не очень это одобряю, я, в общем-то, говорю, ну, хорошо, сама себя успокаиваю, хорошо, и ловлю себя на мысли, ну, или как, замечаю, что это, ну, как, ненадолго, то есть они сами выбирают. А там же у нас заложена программа на то, что дети берут информацию или смотрят мультфильмы, опять же, только те, которые способствуют развитию ребенка. Ну, то есть, не, я поняла, что там, если, особенно, если мы вот мультфильмы, которые специально, ну, закладывают что-то там, да, чтобы сознание ребенка как-то срабатывало. Туда, уже защита идет. И это, вот, кстати, у меня единственное, что их все равно вверху, в середине. Разницы нет. Лишь бы с двух сторон, сюда лицо, вот это вот, да. А на планшет? То же самое. Тоже два надо или можно одна на телефон? Все равно надо два. Два со стороны, ну, со стороны экрана. На планшет два со стороны экрана. Можно просто не приклеивать, а ты вот в этих пакетиках взяла к телевизору, там, чем-то скотчем, или чем-нибудь, потом снимаешь передать на планшет, на компьютер, чтобы можно было переносить. А, то есть можно было переносить. Ну, то мы как-то учтем. Хотя, да, такие устройства, как бы, вроде бы, как всем нужны. Вот, кстати, на телефон же, да, мы же на школе. Просматривали, как это, да, что происходит. Да, говорим по телефону долго, да. Тоже по телефону, тоже интересно. Звонок, который, возможно, мне, ну, и будет сейчас, в данную минуту, не очень приятен. Я, прежде чем ответить, ну, я так смеюсь, я говорю, значит так, мне этот звонок приятен, будет развиваться разговор в том русле, в котором мне будет хорошо. И в итоге, действительно, разговор как-то очень быстро закончился, и, то есть, вот это уже смешно. С гравитоном было интересно одно время на такси ездить. Значит, повесила я его на шею, садясь в машину, а у нас же сложно ездить, и пробки, и водители там, говорят, простые, ездят без правил. Вот, и я, когда садилась в машину, значит, нулём, впереди себя гравитон, и мысленно, как бы, давала ему команду, мне, значит, без пробок. Вот, заметила, что, а дело, было это не один раз. Ну, и там два-три водителя мне выпадались, ну, не один раз, один водитель, там, пару раз, другой водитель пару раз. И мы, когда проскакивали в этот час пик, легко, на следующий раз водитель хитро улыбался и спрашивал, какой дорогой поедем? То есть, ну, у человека сложилось впечатление, что из-за пассажира ему такой лёгкий путь. Вот это было очень, как бы, ну, как забавно, это радость такую доставляло, то есть, вообще. Вот, когда с мужем поехали, вот, сижу, рассказывая им эту ситуацию, а мы в пробке стоим. Он говорит, я не понял, почему там, значит, где-то дорогу почистила, а мы едем в пробке стоим. Я говорю, подожди, мы когда садились, я тоже почистила дорогу, но я почистила немного другую дорогу. А ты поехал, ну, не туда, куда я, как бы, ну, обычно мы едем, да, то есть, вот. Ну, и пришлось заново, ну, когда мы уже в пробке стояли, это не так быстро, не так легко работает. Ну, в общем-то, как бы, теперь я уже хитрее делаю, если мне надо такое дело сделать. Я говорю, каким бы путем мы не поехали, что дорога легкая, свободная, комфортная, там, без пробок. Это вот очень такой забавный, такой, ну, как смешной, ну, я не знаю, он такой... Приятный результат. Приятный, да, результат. Ну, что еще по гравитону? По гравитону, там, помню, температура у меня, вот, ну, как-то вот, как будто бы я заболела, да. Если раньше у меня все равно, я таблетки не употребляла, а у меня там были, там, масло с живицей, там, или мазь какая-нибудь, шиповник, ну, много всяких таких народных, скажем так, средств, то сейчас они у меня отпали, потому что я села на гравитону свою, сделала эту установку, выбрала там все, кровь, иммунитет, ну, то есть, много что. И утром все, утром уже ничего, то есть, ну, то есть, единственное, что, да, когда ребенок, бывает, заболеет, не сразу ты спохватываешься, ну, за установку, и не каждый раз, то есть, вот, было даже такое, я сделаю установку на воду для Нилю, а она ее не пьет, и я тогда, ну, как бы, не делаю установку, жду. Просто на Эдельвейс без установки тогда воду или на гравитону даю. Вот. Ну, что, ну, мы когда Эдельвейс приобрели, а, у нас, когда мы с Радонитом начали работать, я младшей дочке не брала Эдельвейс. Ну, она еще маленькая, то есть, как бы, потом, вот, а получилось так, что она стала все время падать, то палец на ноге пришибет, причем на той же ноге, что у папы, что у старшей сестры. Но у них ушиб пальца был, ну, с потерей ногтя, а у нее просто ушиб пальца. То есть, как я себе. В легком варианте. В легком варианте, да, то есть, у нее это, то есть, видимо, может быть, могло быть хуже, но вот в данной ситуации лучше. Потом она коленку ушибла, потом палец на руке прибила, вот, и... Как у тебя. И я так подумала, подумала, а что это она у нас за всех отдувается? Я взяла Эдельвейс и прекратились вот эти вот падения, там вот это все прекратилось. Что у нас там еще было? Ну, по лотосу, а, по лотосу, да, по лотосу у меня, у отца давление скачет. И я, ну, то есть, мы с ним дружим в этом плане, то есть, он всегда не против что-нибудь попробовать. И я попросила его, когда вот к вечеру, оно у него утром низко, а вечером повышается. Вот когда оно у него повысится, чтобы он, не принимая таблеток, приложил лотос, ну, по этой методике сюда-сюда, вот, и потом перемерил давление. Ну, и если вдруг, ну, не поможет, то потом, не поздно ж никогда эту таблеточку выделить. Вот, он так и сделал. Значит, давление было там 170 и стало 140. То есть, 20 минут он подержал, и стало 140. Он очень растерялся. А 140 – это его норма. То есть, опять же, вспоминая, что он снижает или повышает до нормы, то есть, он не 120, а 140. Вот. Вот, на следующий день, ну, он у меня тоже, в общем-то, как бы готов, ну, что-то попробовать. А, не так, значит, через 2 часа, через 3 оно все равно поднялось, и он выпил таблеточку. То есть, вот, получается, не, как, не на все время. То есть, получается, надо дольше, дольше держать, как я уже, как бы, понимаю. Вот. На следующий день вся та же самая история, только давление чуть-чуть другое было, но тоже до 140. Он не понял, потому что, когда так резко за 20 минут падает давление, должна появиться слабость, там, пот, ну, как-то это отражается обычно, вот, он даже когда таблетку пьет, вот, а это ничего. Просто оно спустилось до нормы. Комфортно. Да, все. Вот. Ну, опять же, он выдержал какое-то время, ну, так как ночь, а на ночь не хочется не спать, то есть, он все равно на ночь таблеточку выпил, без таблетки не обходился. Потом, ну, через пару-тройку дней у него было падение давления очень сильное, вот, почему я, когда про Данит говорила, что мне кажется, что это все-таки было связано с программами, ну, то есть, вот, у него же инфаркты в несколько штук, там, болезни-то, аритмия, все, вот, то есть, если это связано с программами, я, почему-то, вот, тот приступ, как так, программа, ну, то есть, он не ходил, не перетруждался, то есть, обычно он куда-то сходит, и тогда он может плохо себя пройти. А это вот он просто, а он решил, что это из этой пластиночки, у него упало давление, потому что он, как подушку-то его ложил, вот, и он теперь его не берет, он теперь его не берет, но не то, что боится, ну, то есть, как-то вот он, то есть, он понял, что это работает, да, ну, как бы, а ему 85 лет, ему уже перестроится, ну, как бы все эти технологии, ну, сложно, да, вот, он теперь ее не трогает, с ней мама работает. Ну, хотя бы воду пить. Нет, ну, воду, ну, они заряжают все время эту бутылку, и воду эту пьют, причем, ну, как бы регулярно, сколько-то там они, именно вот этой воды, никакой другой выпивают. Вот, воду пьем, ну, наверное, да, наверное, вот они воду пьют, наверное, меньше стало, как я вижу, я не знаю, что бы они сказали, но мне кажется, что вот эти полгода со здоровьем попроще, вот, исключить вот эти, там, пару-тройку, ну, всплесков, а так, мне почему-то кажется, что ровнее, а, как бы, они бы лучше об этом сказали. Вот, и что еще, ну, установки такие мы, а, ну, на грабетоне мы делали установки на эту, на продажу квартиры, на покупку дома, причем себе, знакомому. В одном случае срабатывает за неделю, в другом случае за месяц, ну, тут просто мы как, мы делали на установку, ну, как бы, поток людей идет, а, ну, как, покупателя нет. Мы установку сменили, и сразу все разрешилось, ну, и квартира, как бы, за один день. Легко и быстро, да? Легко и быстро, да, то есть, как бы, потом, и точно так же, там, с выбором, ну, другого объекта, да, что купить, то есть, вроде этот, и этот, и этот, но мы обычно делаем установку не на конкретное, событие, а мы стараемся ее расширить рамки, чтобы благоприятно для меня, чтобы вариант, который мне удобен. И поэтому, ну, как-то, ну, результаты есть в любом случае, ну, то есть, вот, просто их тоже, не каждый их сочтет за результат, да, ну, то есть, как бы, а когда у тебя статистика уже здесь, 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 и вот она, этот, ну, уже такой результат. Что еще у нас там было такого? Сферит. А, сферит, очень интересная история. У нас соседка продала дом, и на этом участке стали строить, ну, трехэтаж. Вот, а собака осталась, собака, естественно, стала жить у нас. Ну, вот она щенилась, значит, все, мы ее щенят, пристроили, как-то, она была девять штук. Ну, и все, и спокойненько, и вот, значит, ну, это буквально, наверное, вот я сферит поставила, и прошло, ну, два, три, и это как раз, вот, мы еще были на выставке, а, нет, не на выставке, когда после выставки вы ехали обратно, вот так, и мне водитель говорит, а, на Майской уже выставке, да, на другой, и мне водитель говорит, а что ты щенят никуда не делаешь? Я говорю, как не делаешь? Мы их развезли. Он говорит, ну, у тебя там семь щенят бегают. Я звоню домой, говорю, какие, Настя, какие щенят? Она говорит, сейчас вышла. В общем, суть в чем? И потом уже все хронологию событий, уличная собака, которая живет возле многоэтажек, ее три другие собаки, в том числе вот эта, ну, которая соседская, привели ее к нам, и она под нашим строящимся домом ощенилась. Они ее, они ее кортежем привели, то есть Настя уже потом вспомнила, как они шли все собаки сюда, и она ощенилась на нашем участке. Уличная собака. А так как это было под домом, ну, то есть мы их не видели, то есть, естественно, пока они не начали ходить, мы об этом не узнали. И получается, вот мы узнали, ну, через какое-то время. А получается, что вот когда мы это все восстановили, да, вот мы привезли свирит, поставили, там прошло два-три дня, наверное, ну, сколько-то дней, прошло совсем немножко времени, ну, и вот чужая собака пришла к нам рожать. Вот, и вот такое, ну, такое вот интересное тоже приключение, что они вот, я говорю, ну, все понятно тогда. Комфортное место, безопасное. Ну, получается, да, я не знаю, собаки же они тоже, наверное, какие-то, то есть она же не там, где живет, в итоге щенят, а сюда пришли, так они ее привели, вот мне это было смешнее всего. То есть наши, которые у нас живут, тот же, который там с ней живет, пёс Рекс, они ее кортежем привели сюда, все. То есть у нас теперь, вот, ну, мы их тоже потом пристроили. Как в родильный дом. В родильный дом, да. Сейчас у нашей, это опять же, соседской собаки еще семь щенков. То есть у нас есть что-то заняться. То есть они, то есть им комфортно, у них все хорошо. Вот, ну, тоже вот, ну, гравитон очень хорошо применяйте тоже там, ну, куда-то мы шли, какие-то там документы оформлять. Я уже сейчас, то есть, иногда забываешь, да, а другой раз и как. А, очень хорошо, кстати, искать что-то. Ну, вот, у меня потерялся ртал. Я с Ольгой поговорила, она, а ты с образом, Юзю, да нет, ну, давай. И я его нахожу. Интересно то, что он все время находится на полу. Дважды я его теряла. Ну, дома, не в смысле теряла, куда-то положила. Он находится на полу во все разы. То есть и в том месте, как он туда попал, мы не знаем. Ну, вот, находится на полу. И потом уже как-то какую-то терку не нашли. Я уже, ну, это уже для меня как, ну, я не знаю, как. Образ жизни. Образ жизни. Ну, интересно, да. Я говорю, а что я буду искать? Не буду искать. На гравитон воду поставила, потеряла, нашла. И, то есть, самое короткое, два часа. То есть, ну, максимум у меня было два, по-моему, или три дня. А самое быстрое, вот, что вещь находилась, это два часа. Это уже интересно. А один раз даже было... Шурик попросил у него удостоверение, или еще что-то. Ну, я раз-раз не нашла. Он такая, ну, ладно, сейчас тогда гравитон возьму. Раз, удостоверение. Ну, то есть, уже как бы... Мгновенно. Уже, да. То есть, как бы, иногда вот такие вот моменты. А какие у нас там еще устройства? В магазине. А, с эсферитом в магазине. Значит, у нас раньше был торговый центр, и мы там арендовали место. И вот у нас там мы повесили эсферит. Чтобы сразу какие-то, ну, чтобы там поток покупателей, нет. Такого, ну, прям резкого не было изменения. Но четко заметила, соседи стали более доброжелательны. Причем более доброжелательны. Но они, как бы, с продавцами и так неплохо. Я с ними в контакт вошла. Вот так даже скажу. И, значит, одна женщина стала вокруг уходить. То, ну, потом уже с продавцами по беседам, да, она приходила, и все время что-нибудь вот так вот. А это она просто перестала подходить. То есть, ну, такой незначительный. Избегать. Да, избегать. То есть она где-то там, то есть она может говорить все то же самое, только уже не возле нашего места, а там где-то. Вот, то есть, ну, как бы, ну, продавцы мне, они не совсем, как сказать, я сказала повесить это. Особо ничего не рассказываю. Не в процессе, не понимаешь. Да, ну, то есть я, как бы, ну, попыталась что-то объяснить, но люди же, как бы, одни верят, другие не верят, третьи говорят ерунда, а четвертые говорят, а ну ладно, мне все равно. Вот, то есть, и поэтому я, чтобы сильно никого не стращать, не пугать, не, то есть придет время, они сами поймут, что это такое. Вот, и, значит, вот у нас он. Он присутствует. Много каких-то событий происходило. Мне казалось, что, может, и не так должно быть, может быть, вот так, самый лучший. А потом, в итоге, да, развелилась ситуация, очень, как бы, благоприятно. Для нас просто нам пришлось месяца 4, наверное, или 5 потерпеть. А теперь был другой результат. У нас помещение теперь отдельное, с дверью. И вот ходят, предлагают... То есть улучшение качества бизнеса, да? Да, да. Нет, ну, естественно, мы перешли в другое, в другое качество. У нас теперь отдельное новоизненчик, которое мы искали в разных местах. А, вот ты же говорила, как быстро предложили. Помнишь, ты говорила? Да. Да, то есть, а, да, кстати, у меня все, уже переезд, грузчики. Я нашла другое место. Тут я это другое место, я понимаю, что мне оно не очень подходит. Оно получается очень дорого, но очень мало. То есть я не стану на такое, оно больше это дорого. Я не знаю, как это... Вот. Я ехала на переговоры с менеджером. Вот. Зоечка мне сказала, не забудь на гравитон, как тебе надо. Я говорю, ты же знаешь, я не знаю, как мне надо. В итоге я, ну, уже все, как получается, ну, немножко на эмоциях, на гравитон, просто текст разный, всякий, что все происходит таким образом, чтобы у меня все сложилось, и чтобы этот вопрос был снят. Ну, то есть туда, значит, туда, не туда, значит, не туда, ну, то есть как-то вот, значит, нет, закрываю. Ну, вот, то есть я вот просто, я даже не помню полностью текст, но помню, что я именно сказала себе, что вот, чтоб сегодня... Решается вопрос с переездом на другое, да, место. Да, и, в общем, я до менеджера еще не дошла, с продавцом языком зацепилась, мы стояли-болтали, вот. Она мне даже говорила, что, а что ты хочешь, может быть, просто закрыть, может быть, поменять профиль. Я говорю, нет, я хочу, чтобы у меня был магазин отдельный, маленький, не место, а вот отдельно, с дверью. Тем более мне нужен офис, я собираюсь, ну, как бы, направление немножко свое расширить, то есть торговля и еще другое направление, вот. И вот в этот момент, когда я об этом не говорила, расстался телефон от бывших арендодателей, и мне предложили, вот, как я говорю, маленький магазинчик, прямо возле того места, где мы стояли, далеко не переезжать, но без машины все перенести. Вот, и для меня это было настолько неожиданно, я бы не была просто к этому готова. Я ходила, мечтала, я ходила, искала, я как-то подбирала себе места, то есть, думаю, ну, может быть, вот на этой улице, может, вот здесь, все большое задается. Вот, такого маленького нет, задают 60-100 квадратов, а мне там надо 10-15 минут до 20, то есть немножко. Ну, вот, тут они мне предлагают это, я говорю, дайте мне полчаса надумать. Ну, вот, хотя уже понимаю, что, ну, то есть, как бы, я так до менеджера я не дошла, и по поводу того места, и то есть мы никуда не переехали. И я еще до сих пор даже, вот, как, знаете, как, думаете, о чем мечтать, или как, думаете, что думаете, или как. Я тут, ну, у меня есть, и теперь надо и реклама, и все, и, ну, то есть, вот это да, то есть, это вот, как бы, значимо. То есть, вот, вот, день был очень таким переломным, и очень таким, ну, прям, как снег на голову. Тем более, я сказала, и офис, маленький магазин, и рассматривала их соединение. Ну, то есть, вот, как бы, вот, и что еще, и теперь, когда у нас там сиферот, ситуация, пришла цыганка, который что-то там торгует, стоит в дверях, и хочет зайти. Продавец ей все время говорит, что нет, я не буду смотреть, я не буду покупать. Вот, ну, опять же, я же со слов слушаю, как Ира мне говорит, что и стоит в дверях, и я ей говорю, нет, она стоит в дверях. А я, ну, я же о своем думаю, она о своем мне рассказывает, а я думаю о своем. Я говорю, и она не переступила порог? Она, да, она так и не переступила порог, и ушла, хотя при этом говорила, что у соседей была, соседи что-то купили там, и вот, пустите меня тоже. Я говорю, да, я подчеркиваю, Ира, и она не переступила порог? Она говорит, да, она не переступила порог. Ну, я ее начала обнимать, целовать, но она не поняла, почему. Вот, а для меня, потому что, ну, как бы, мне на доме так, на своем же, у меня, как бы, окружение, как бы, порядочное, так не пришлось проверить. а вот здесь ситуация вот показательно показать показательно что она не переступила порог потому что я других слышала что не переступила или быстро ушла ну то есть хотя нет было у знакомых ситуация только не помню с ферритом или сефирот ну как это же не имеет значения значит у них вот как только разместили должна была приехать свекровь она не приехала то ли там отменили рейс то ли ну в общем какая-то такая не потому что она передумала а вот именно какая-то что-то случилось такое не от нее зависящие и она с тех пор долго не было и спустя там сколько-то времени приехала и вроде бы приехала надолго но пробыла один день и уехала то есть ну тоже знакомая тоже она не знает не подумаешь и ничего плохого тогда то есть как бы люди же все родственники тоже другой рукой желать не будет но вот есть такой случай такой случай ну тоже пока пока мы его рассматриваем будем дальше смотреть как она будет ездить или не ездить или не ездить да то есть ну вот то есть но я слышала многие говорят с какими намерениями ездить да что тёща кто свою кровь то там сестра то брат то сосед но я вот на сайте смотрела много таких результатов ну то есть а я же ищу у себя такие результаты у меня нету вроде бы такого результата она был тоже результат я с подругами со своими домами ну в силу разных причин а когда начал работать с устройствами как же там у нас ненужные до отлетают нужные притягиваются я с ними за этот короткий притягиваться отдавшись встречалась то есть яrei опять же для себя да то есть колблоу очень хорошо очень полезно мы даже стали чаще звонить то есть нужная вот то есть то то есть но он как бы то есть хоть мы как бы по разному мыслим да и по разному живем в принципе я себе то есть как но то есть нам очень классно вместе мы когда встречаемся хохочем как молодушки во ты в общем вы то есть ну как эмоционально заряжаемся именно позитивом, то есть не негативом, а у нас наоборот. То есть надо теперь их тоже к устройствам привлечь, приобщить, но там есть у кого-то есть по здоровью, у кого-то в личной жизни. Забрала Анартау и она с ним там сама. То есть когда у тебя первый самый? Я его взяла и так как я только начала работать с устройствами, я решила, что я с ним пока работать не буду, но мне так вот он был нужен, да, Анартау нужен был, вот он прям вот он мне нужен. Я пришла домой и его в этот же день активировала. Просто активировала, он стал моим, но работать с ним не стала, потому что считала, что мне еще рано. А дочка у меня его забрала. Сколько лет дочке? Четыре года было. Она его забрала, вложила себе в руку и выпускала. И причем, если мы ехали где-то в машине там или куда-то ехали, вот на выставку мы с ней ходили, она его берет в руку, он как приклеивается, она с ним ходит. Я, естественно, как бы, ну понимаю, что просто так же тоже, ну чё-то она, то есть у меня старшая не захотела его взять, младшая тоже не захотела. А зрение, прилепила его к себе и все. Вот, я позвонила, спросила, что мне делать. Ну то есть так как я с ним не работала, ребенок в поле матери, я на него переактивировала его. Вот, и она стала с ним, в общем-то, там дружить. Но она и с деревья, она там что-то ему говорит, она его как-то на руки носит, она там водичку ставит. Ну у нее там свое. Она его прикладывает куда-то надо, упала, что-то там приложила, в садик его брала, и там где-то упала, и почему-то воспитатель нам сказала, что ей надо приложить его. Ну, я ее так особо этому не учила, как-то она сама. Интуитивно, да? Да. А что, Саша держит гравитон на лбу, младшая, когда видит гравитон, она тоже его лепит на лбу. Только у него он липнет, а у нее падает. Вот, и значит, она с артау просто, она с ним спит, она его держит в руках. Вот, а я потом подумала, ну а почему не поработать? Вот, и посадила ее. Она у меня очень эмоциональная, то есть у нее все время истерики. То есть она в каком плане? То есть если ей не дали, она сразу в плач. Ну и радость тоже там хохочет так, что крыша поднимается. Тоже за слезы, да? Да, тоже. И, то есть, ну очень эмоциональная, то есть реально, то есть может обидеться на пустяк. То есть если ты ее не поцелуешь, она может закатить истерику. Ну вот так вот у нее выходит все, эмоций очень много. Вот, и она, я думаю, там же есть одно из направлений перевод эмоций в чувства. Вот, и я ей, она в ручки его взяла, там глазки закрыли, сферы. Ну я не знаю, насколько она это себе представляла, но представила-представила. Ну, а теперь так, а теперь так, а теперь так. Вот, и она, и она же была вот такая вся раздраженная. И мы проговорили эту фразу, эмоции в чувства, ну и все, и забыли. И ровно сутки, я, может даже чуть больше, у нее было такое ровное настроение. Вот. Потом я захотела повторить, мы повторили, а на третий раз она не захотела. Ну, я думаю, ну раз не хочет, ну никуда. И вот, ну спустя какое-то время мы еще раз так вот, именно вот это направление повторили. Ну, пока думая, как можно его использовать, она пока с ним спит. Ну, поспокойнее она стала? Она все, она все равно вот с этими своими. Просто она иногда их сдержит, а иногда нет. Ну, ребенок, лишний пар нужно тоже. Да, нет, дело в том, что ребенок должен или смеяться, или плакать. Мы не можем запретить ребенку не плакать. Если она будет все время сдерживать свои эмоции внутри, то это тоже, извините меня, отражается на фразу. То есть здесь оно регулироваться будет, когда надо, так. Вот, то есть, поэтому, то есть, ну, как бы, ну, она умненькая, хорошая девочка, то есть она очень рассудительная, она не по годам, конечно, развита, ну, то есть я имею в виду и речь, и, как там, походка, да, ну, то есть она реально взрослая. Единственное, вот у нее вот эмоциональная сфера такая, ну, она водяной знак, у нее, как бы, и она в один день с ним у Милой Гурченко родилась. То есть ей положено иметь... Быть женщиной. Быть женщиной такой вот, ну, такой вот цель, да, эмоциональной. То есть я, как бы, спокойно к этому отношусь, то есть, ну, мы же все разные, то есть, вот, она такая, я такая, она такая, другая, и все, то есть, ну, то есть, ну, то есть я тут даже и... Единственное, что вот, думаю, что можно, да, сортовку пытаться договориться, вот, может быть, мы, если там, ну, несколько дней проработаем, я замечу другой немножко результат. Вот. А сама себе, сама себе... А, как сама себе? Первое время, когда я его запускала работать. Ну, на каком-нибудь свете меня выключало, я засыпала. Но я не засыпала, я прекрасно понимаю, там, я вот, ну, когда-то ходила на холотропное дыхание, вот это, когда ты в другое состояние сознания, то есть ты спишь и не спишь. Вот, когда медитация, да, слушаешь, ты вроде бы спишь, ничего не слышишь, но реально ты не спишь. Просуночное такое. Да, такое, между сном и бодрствованием. Вот. И вот я, значит, пытаюсь же с ним, а приходится как, все легли спать, уже нигде не походишь, тоже ложишься, берешь и потихонечку, и ты отключаешься. Отключаешься, ну, наверное, минут через 20 ты, ну, просыпаешься. И вот в эти периоды разного рода видения. Видение, конечно, ну, как сказать, захватывающее, потому что потом я стала делать это умышленно. То есть я перед тем, как ложиться спать, его беру и засыпаю. Единственное, что заметят, когда просто его берешь и засыпаешь, особо видений нет. А вот надо начать, надо начать со сферами, наполнять цветами. Намериться, да, намериться. Да, да, и все. И ты улетаешь там. И то есть у меня что было из такого интересного было, это когда человек, да, я смотрю на человека, а у него вот в этой части портрет. Так вроде живой человек стоит, на что-то типа таможне, ну, вот где-то какой-то пропускной пункт. Я у меня одна знакомая, одна незнакомая женщина. И я так на него смотрю и кричу, смотрите, смотрите, ну, не я ли одна это вижу. А у него в этом портрете меняются лица. Не лица, а полностью, то есть как будто бы разные времена. То есть... Эпохи, да? Да, то есть то вот какая-то вот эта шляпа, как вот у нас когда эти... Треуголки. Нет, не треуголки, а вот эти плоские, как пажи, вот, ну, то есть то наоборот, без ничего просто воротник, то лысый, то с бородой, то, ну, помоложе, постарше, то черно-белое что-то, то немножко как восточное что-то, то как вот как гравюра, да, ну, то есть я к тому, то нарисованное. Ну, то есть вот они прям меняются. Меняются, меняются, и я начинаю понимать, что, я уже начинаю возвращаться, грубо говоря, что у меня в руки артау. Я выпускаю руку, он скатывается, и вот этот вот портрет, вот от этого человека отлетает туда, куда-то далеко. И последний, ну, образ, который я там вижу, какой-то наш политик. А кто, откуда я знаю, кто? Ольга мне говорит, а ты посмотри новости там, ну, где-нибудь, значит, Лавров, кто он там у нас, министр иностранных дел? Он был в очках, но только он был типа спортивного костюма, то есть вот не в пиджаке. И много вот у него было такого темно-коричневого сзади там, ну, то есть где-то что-то, он то ли писал, то есть, ну, какой-то такой вот, какой-то так в бок. Вот, я Ольге потом звоню, говорю, это был Лавров. Вот, значит, вот так вот. А какие там еще видения, я, наверное, сейчас не все вспомню. И вот много раз, то есть было что? Когда я понимаю, что я вижу, а мне становится немножко, а хочу ли я дальше, вот. Вот, и в этот момент я понимаю, что это не сон, ну, то есть, что, и я вот уже, то есть, почему я тогда выпустила руку, да, то есть, я открываю руку, он выкатывается, и я потихонечку, я сразу не могу подвигаться, то есть, я какое-то время еще оцепеневшая вижу, но уже я все вижу, слышу. Вот, вот такие вот моменты. Вот это, да, это мне понравилось, то есть, это меня увлекло. Вот, а потом со временем уже все, я могу до конца все сферы наполнить, все, то есть, туннель, и, то есть, ну, по туннелю мне очень нравится. Я прям ощущаю на голове, ну, как будто бы венок положили, то есть, я имею в виду, что я его не просто представляю, у меня вот ощущения прям... Нимб. Да, вот, ну, физические, то есть, какие-то эти ощущения, вот, и, то есть, очень это направление интересное, но я очень осторожничаю, потому что туда потом, оттуда потом, у меня дети, у меня работа, у меня семья, ешь, а как сейчас туда, начнешь путешествовать, то есть, все, эта жизнь перестает быть интересной, надо с этим осторожно очень, ну, то есть, как бы, я считаю, что, как, злоупотреблять не надо, но вот так вот интересно, и, причем, вот, когда сейчас я уже могу до конца доработать, уже не так интересно. Вот эти видения, конечно, были очень интересные. Бывает такое, что задашь вопрос, ну, пусть во сне, да, мне ответ придет, ответа не помню, даже не знаю, но в течение дня, когда хожу, ну, моргаю, и всплывают какие-то, ну, что-то было, но я это не могу. Ну, тоже же сознание от нас тоже что-то прячет, да, то есть, может быть, это не очень красиво будет, не очень эстетично, чтобы меня не расстраивать, поэтому я этого не помню. Вот, я так себе это и решила. Ну, с артаус здесь, видишь, там работа по разным направлениям идет, конечно, кино смотреть картинки, что там тебе покажут, это одно, а ты же конкретно задаешь, что тебе надо. Либо ты можешь выйти, например, чтобы тебе показали, какие, например, блоки из прошлых воплощений перешли в эту жизнь и мешают тебе, что мне надо сейчас отработать.